Итак, всем привет, и на этот раз с вами Замар. Для тех, кто следит за развитием моего игрового движка, есть приятные новости. Появился текст... Это странно звучит, однако. Появился текст, который можно отображать в любой части окна. Выглядит он как отдельный текст, однако реализуется он достаточно интересным образом. Пришлось изрядно повозиться, для того, чтобы вывести его на экран. Честно говоря, заняло у меня это достаточно много времени. У меня два или три. Потому что я все никак не мог понять, по какому принципу работает текст. Честно говоря, я и сейчас не совсем понимаю, как это работает, но мне удалось воспроизвести из примера, который был от Саши Уильям. Только там он... Ну, в общем, сейчас все по порядку. Для начала демонстрация. Значит, можем... Вот сейчас выводится текст Hello World. Наши тигры все так же плывут куда-то. Завершаем. Сейчас попробуем изменить текст. Например, вот такое вот. Пускай. И мы получаем то, что ввели. Довольно необычно, правда? Получили то, что ввели. Если нам нужно больше текста, мы создаем новый объект, текстовый. Его, собственно говоря, перемещаем в нужную нам позицию. Вот эти вот два значения сейчас влияют на положение текста. Однако, для того, чтобы менять положение текста, у меня есть вот такая вот вещь. Это SetPositionTransform. То есть я выделил для трансформации объектов отдельную структуру, которую я назвал, как нетрудно догадаться, Transform. И с помощью этой структуры происходит модификация. Для того, чтобы расположить в нужном нам положении, мы просто перемещаем вот так. 0f. Вот. Ну и получается, что мы создали новый текст, но не применили его еще. Обязательно его нужно удалить. Сделал одну удобную функцию. Называется Destroy. То есть есть DestroyGameObject, есть DestroyTextObject. Все должно быть просто и понятно. Вот. Ну и, собственно говоря, результат, которого нет. А, точно, совсем забыл. Нужно же выделить память для нашего объекта. Это как-то я подзабыл. Ну, кстати, в InitTextObject, по-моему, да, вот этого вот не надо делать. Так, во-первых, нужно выделить память. Во-вторых, нужно назначить шейдеры для этого текста. Расположения фиксированного у шейдеров пока что нет, поэтому я решил вынести в внешнюю программу. То есть это внешняя функция, которая позволяет перенаправить пути для вершинного шейдера и для фрагментного шейдера. Я, честно говоря, не хочу пока создавать никакие ресурсы, то есть это лишний геморрой. Все, что касается путей, возлагаю на ваши плечи. И, по сути, мы имеем два текста, которые, зараза, не поменялись в положении. Ну, ничего, сейчас я, собственно говоря, их поменяю в положение. Он сейчас должен находиться вообще вот здесь. Вот он. То есть мы получили новый текст. Единственное только по факту текст должен располагаться непосредственно над всеми объектами. То есть это первое, что должно отрендериться, это текст. И, по сути, это все. То есть... Блин, как пишется welcome? Welcome to... Вот. Просто это заняло достаточно много времени. Я просто не мог обойти стороной этот момент. Также я, в примере, реализовал ограничение кадров. То есть есть такая переменная, которая называется wantFPS. Здесь, собственно говоря, у нас высчитывается время, сколько должен спать компьютер, если он просчитывает быстрее, чем нужно. Естественно, впоследствии эти ограничения кадров либо можно будет полностью убрать, либо увеличить или уменьшить. Также реализовал delta time. Это несложно на самом деле. С помощью библиотеки GLFV. И прилетает это добро в апдейт. А далее в апдейте с помощью простого умножения мы... Короче, все четко становится. Этот пример я загружу на GitHub. Честно говоря, мне уже нравится, как выглядит мой двумерный движок. Ну, в общем, это камера. То есть можно получить положение камеры, можно назначить положение камеры, да, и можно просто установить положение, и камера будет находиться в том месте, куда вы укажете. На данный момент камера находится на позиции 0.0, по-моему. Поэтому объекты, которые имеют минус 500, там минус 1000, они находятся левее центра. Также поработал над трансформацией. Set transform, set scale, все относительно. Поэтому размеры влияют на положение почти в полтора раза разницы между положением на экране и положением в шейдере. То есть в полтора раза чувствительнее. Даже не просто в полтора раза, в полтора раза умноженное на размер окна. То есть если мы его еще больше увеличим, то, естественно, его влияние, размер окна в смысле, будет еще больше. Скорее всего, я добавлю какой-нибудь стандартный дефолтный объект, который не нужно настраивать. Ну вот, скажем, вот это вот. Не каждому по силу, будем говорить честно. 80% программистов хотят ввести одну строчку и получить готовый объект с текстурой. Поэтому такую функцию реализовать надо будет. Ну и, конечно, нужно будет реализовать подобную функцию для текста. Хотя, если посмотреть, то текст уже имеет в себе какие-то стандартные настройки. И я их прям захардкодил, потому что меняться они точно не будут. Я, кстати, не рассказал, как вообще это дело все реализуется. Но, скорее всего, я расскажу об этом в отдельном ролике, потому что это такая тема довольно длинная. Мне пришлось создать пайплайн новый. Мне пришлось создать... Что мне пришлось еще сделать? Функцию вот эту вот addText. По сути, на ней все зизится. Она добавляет, я так понял, по 4. По 4. То ли вершины, то ли пикселя. Скорее всего, вершины. 4 вершины, потому что используем мы буфер, вертекса. И по логике она добавляет 4 вершины. Эти 4 вершины у нас потом находятся в нашем буфере и, естественно, участвуют в процессе растеризации. То есть, как я понял, это выглядит примерно так. Если нам нужна буква А, то раз, два, три, четыре. И там как-то вот так, короче, это все делается. Вот такая вот А. И потом это все дело становится красивым. Я, честно, не знаю, как это дело потом становится красивым. Но факт в том, что потом мы получаем букву. Вот. Либо не получаем букву. Я не знаю. Мы пользуемся заготовленными функциями. Вот оно. То есть здесь, по сути, описываются, как можно им пользоваться. Здесь у нас файны наших пикселов. Целая куча их. Также есть вот эта вот штука. Латинский. Латин как... Латин... Как он, блин? Ну, короче, английские буквы. Вот. Реализует заполнение буфера. Вот этого буфера. Сейчас покажу. Вот этого вот. Стейджинг буфера. Вот. И... По сути... Потом перемещается в текстуру. Вот. Я об этом и говорил. То есть это настолько непонятно. Ладно. Все. Всем спасибо за просмотр. На этот раз с вами Ползамар. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.